Дорогие братья и сёстры, как вы знаете, чудеса были визитной карточкой Мессии. И где только Христос не появлялся, Он совершал чудеса. Мы потому не совершаем чудеса, что мы не Спасители, мы не Мессии. Знаете, что некоторые виды чудес, ну, исцеление, изгнание бесов, воскрешение мёртвых, Христос совершал многократно, но вот были такие чудеса в единичных экземплярах. И к ним относится чудо, о котором мы с вами можем прочесть в 9 главе Евангелия от Луки. 9 глава Евангелия от Луки с 10 стиха. Вы знаете, чудо подобного рода апостолы не творили. Это не потому, что оно было особенным, трудным чудом. Господь вселенную сотворил из ничего. Просто это чудо небезопасное. Оно не всегда должно совершаться для грешных людей. Итак, мы читаем 10 стиха 9 главу. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место близ города, называемого Ивсаидою. Но народ, узнав, пошёл за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к нему двенадцать, говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более пяти хлебов и двух рыб, разве нам пойти купить пищи для всех-всих людей?» «Ибо их было около пяти тысяч человек». Но он сказал ученикам своим, «Рассадите рядами по пятидесяти». «И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели насытились все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов». Дорогие братья и сестры, возможно, кто-то из вас подумал сейчас, ну, какое же это опасное чудо? Это самое приятное, это самое безопасное чудо на свете. Это же не атом расщеплять на протоны и нейтроны. И посмотрите, как заинтересованно люди реагируют на такое чудо. Они толпами собираются, чтобы пережить его. И некто сказал, если во время моей любимой телевизионной передачи какой-то проповедник за окном будет проповедовать Евангелие, я закрою окно и буду продолжать смотреть телепередачу. Но, если этот человек будет совершать чудеса, я брошу телевизор смотреть и побегу смотреть чудеса. Если чудеса способны собрать людей, бросить все срочные дела, отдастся во власть чудотворца, почему тогда Иисус Христос всего лишь дважды совершил чудо чудесного умножения хлебов? Одно чудо для иудеев, а другое чудо для язычников. Разве в этом чуде не нуждается все человечество? Если бы Христос или Его Церковь чудесным образом умножали хлеб, молоко и колбасу, разве жаловались они на то, что слишком мало людей приходит на богослужение? Сейчас в мире голодают около миллиарда людей. Если бы только Церковь смогла накормить этих людей каким-то чудесным образом, этот миллиард сразу бы стал христианским, но почему Бог все-таки не творит этого чуда? Мы должны сказать, что чудеса совершаются Богом при крайней необходимости. Бог решает сам, когда возникает эта необходимость. Один человек сказал, что чудо – это ответ Бога на нашу беду. И лучше жить без бед и без чудес, чем с чудом, но с бедой. Дорогие друзья, Бог решил ради Своей славы, как Мессия, показать это чудо, что Он может физическую жизнь людей устроить наилучшим образом. Но вот в этом приятном происшествии Христос преподал людям несколько очень важных уроков. И первый урок – мы должны ценить Божье благословение более всего. Посмотрите, вот эти пять хлебов и две рыбки были абсолютно ничтожны для того, чтобы накормить пять тысяч людей. Даже не пять тысяч. Если быть точным, то пять тысяч – это только мужчины. Здесь не были посчитаны женщины и дети. Таким образом, толпа могла составлять, ну, где-то 10-15 тысяч человек. И, конечно, такую огромную толпу скромными дарами не накормишь. Но, когда Христос благословил это ничтожное, все ели и все насытились. Писание говорит нам, что Божье благословение, они обогащают и печали с собой не приносят. Поэтому мы и должны стремиться к этим Божьим благословениям. Божье благословение – это его соучастие в наших делах, маленьких и больших. Божье благословение – это успех, который он дает нам. Да, без Божьего благословения жизнь очень и очень тяжела. Но возьмите, очень хорошее и приятное дело – любовь между мужчиной и женщиной. Хорошее дело – вступать в брак. Хорошее дело – рождать детей, радоваться их смеху и играм. Хорошее дело – вытирать им носы и слезы. Хорошее дело – выводить детей в суровую жизнь. Но подумайте, вот о чем. Сколько людей, начавшие это хорошее дело, хорошо, плохо кончили? Вдруг, неизвестно откуда, возник дефицит взаимопонимания и любви. И вот люди, оскудевшие эмоционально, оскудевшие в любви, уже не в состоянии выносить это бремя материальных и духовных забот. И как один человек сказал, сперва любовь, потом брак, сперва пламя, потом дым. И вот в этом дыму задыхаются люди и гибнут их семейные отношения. Почему? А спросите, они нуждались в Божьем благословении, чтобы вступить в брак? Да нет, а зачем? Мы и так любим друг друга, мы и так понимаем, как мы построим жизнь. Бог, ну может быть некоторые для проформы, иногда, знаете, пойдут в церковь для страховки. Но искать Божьего благословения так, как его ищут серьезные христиане, которые искренне молятся. Со слезами, Боже, благослови мою жизнь. Ведь жизнь прожить, не более перейти. Вот этого многие люди не делают. Дорогие друзья, без Божьего благословения семья гибнет, личность гибнет, государство гибнет. Все плохо. И вот очень важно нам искать Божьего благословения во всем. И как я сказал, не только в великом, но даже и в самом маленьком. И вопрос вот в чем. Просим ли мы Божьего благословения, когда начинаем наш день? Просим ли благословения, когда мы вкушаем пищу? Просим ли мы благословения на наши встречи, на покупки, на прием лекарств, на самые заурядные дела? У некоторых людей очень ложное представление о Боге, что нельзя ни в коем случае его обременять мелочами. Я недавно одного поэта прочитал, наш современник. Послушайте, какое неразумие показывает этот поэт в понимании Бога? Вот что он писал. Отнимать у Бога столько времени? Каждый день во всех церквах? Зачем? И придя домой в вечерной темени, не спросив, а вдруг я надоем? Боже мой, как мне, лентяю, хочется, чтобы ты немножко отдохнул. Посмотрел, как сад во мраке топчется, на веранду вынес старый стул. Почитал кого-нибудь хоть тютчего, как его сейчас читаю я. Неужели ничего нет лучшего, чем молитва бедная моя? Неразумный человек. Вот как раз это самое лучшее, что ты можешь преподнести Богу. Никогда не соглашайтесь с такими мнениями. Дело в том, что Библия говорит, что каждым нашим вдохом и выдохом мы обязаны Богу. Он сказал, что волос с нашей головы не упадет без воли его. Он все контролирует. Он свидетель тому, о чем мы думаем, о чем мечтаем, о чем мы расстраиваемся. Когда мы разражены, когда мы усталы, все это Бог знает. Псалмопевец говорит, ты знаешь, когда я сажусь, встаю, ты разумеешь, помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все мои пути известны тебе. Если Бог наш, отец и друг, Ему все важно знать о нас. И Он знает о нас. Поэтому не считай за мелочь обратиться к Богу. Это твое право, это твоя честь, это Божье повеление, чтобы мы просили у Него благословения на всякое дело. И очень важно отметить, что особому благословению Бога подлежит то, что мы для Него лично отдаем. Вот пока эти пять хлебов и две рыбки были у мальчика в сумке, да, это было энное благословение. Было благословение для Него, Он мог бы себя накормить, ну, может быть, еще двоих-троих друзей. Но вот когда Он это отдал Господу, и Господь благословил это немногое, тогда все получили благословение. То, что мы отдаем Богу, особенно благословенно. Братья и сестры, подумайте, вот когда мы отдаем Богу сердце, оно становится особо благословенным. В этом сердце поселяется Дух Божий. Сам Христос становится владыкой жизни. И Он наполняет сердце чудесными дарами Духа Святого, Его плодом, любовь, радость, мир и так далее. Если мы отдаем время нашему Господу, или в личном общении, или в доме молитвы, это время становится особо благословенным для нас. Подумайте, вот в этих 24 часах, которые Господь нам дает прожить, вот в этом воскресном дне, самое благословенное время, эти два часа в доме молитвы, и еще вечером два часа в доме молитвы. Все остальное тоже неплохо, но оно не так благословенно. Если мы отдаем Богу таланты наши, как проповедники, наставники в воскресной школе, как певцы, как свидетели о Христе окружающим людям, если мы это отдаем Богу, тогда Господь особенным образом их благословляет. Или вот скажем, средства наши материальные. Вот когда мы их жертвуем на дело Божие, вы знаете, каким особенным образом Господь благословляет ваши средства? Мы печатаем различные брошюры, мы приглашаем людей, чтобы они пообщались с нами. И вы знаете, вот в этом большом евгелизационном труде служат ваши деньги благословением. Если бы вы себе купили или платье, или мороженое, поверьте, это неплохо, но это не столь благословенно, когда вы употребляете ваши деньги, отдаете Богу под большие проценты. Все, что вы потратите на себя, оно так и уйдет. Но то, что вы потратите на Бога, принесет вам в конечном счете величайшее благословение. И Господь сказал, собирайте себе сокровища где? На небесах. Почему? Потому что оно не пропадет, и более того, оно умножится. Так что, желайте Божьего благословения. Второй урок. Знаете, что духовное всегда имеет приоритет перед материальным. Посмотрите, Иисуса Христа слушало пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей, и однако Христос не начал общение с этой огромной толпой, с того, что сказал, ну, давайте мы в футбол поиграем, потом мы едимся, потом Слово Божие послушаем. Нет. Посмотрите, Он предложил им достаточно обильную духовную пищу. Сколько Христос учил этот народ по времени? Как вы думаете, братья и сестры? Конечно, я верю, там были у них определенные перерывы, но все-таки сколько продолжалось это собрание? А вот если мы посмотрим на то, что говорят ученики, в другом тексте написано, что место здесь пустынное, и ученики говорят, вот уже 12 сих, посмотрите, день начал склоняться к вечеру. Значит, если они начали в 8 утра, обычно на Востоке все по холодку начинают делать. И было уже 5 часов вечера. Подумайте, какое было длительное собрание. Вы бы это выдержали, братья и сестры? Ну, конечно, если вы будете меня слушать, вы не выдержите, но там Христос проповедовал. Народ выдержал. Это было прекрасно слушать Господа Иисуса Христа. И Он показал всем людям, что сначала духовное, потом все остальное. И Христос очень много учил на эту тему. Вспомните хотя бы Его молитву, которую Он научил учеников. О чем сначала мы просим? О хлебе насущном? Нет. Сначала Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое, приидет Царствие Твое, будет воля Твоя. И потом уже только на втором месте речь идет о материальном хлебе, о наших духовных нуждах, прости, невидивые искушения. А помните этот характерный призыв Христа, ищите прежде всего, прежде чего? Прежде чем пища, одежда и кровь над головой, ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его. Остальное все приложится вам. А помните, в учении о человеке Христос признавал, что человек не только из материального тела состоит, в нем еще есть бессмертная душа. И что сказал Иисус о душе? Душа больше пищи. Христос всегда расставлял эти приоритеты. На первом месте пусть будет духовное. Дорогие друзья, и когда люди ставят эти приоритеты правильным образом, то они чувствуют результат своей жизни. Вот псалмопевцы говорят, когда они обратились к Писанию, они говорят, как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Пророк Иеремии говорил, обретены слова твои, я съел их, и было слово твое мне в радость и веселье сердца моего. Видите, они ставили на первое место духовное. Иеремий Александрович Нестеров несколько раз тут эту историю рассказывал. Может кто-то призабыл, а кто-то не знает. Как однажды избирали здесь одного брата на служение Ивана Ивановича Душка. Пришли братья к его супруге, чтобы ей сказать, помните, Семен Васильевич, да? Пришли ей сказать, вот мы хотим вашего мужа избрать. Ой, нет, братья, я не могу вам дать согласие. У нас столько кроликов, у нас столько кур, а кто же будет за всем этим смотреть? Ну, братья сказали, ну, Бог позаботится и об этой проблеме. Не переживай, сестра, только благослови свое мужное служение. Нет, я не могу. Ну, хорошо, на следующий день какая-то собака заскочила бешеной, всех кроликов передушила. Не успела эта беда уйти, как новые, чума всех кур похоронила. И вот тогда сестра перепугалась, что как бы Господь на ее мужа не покусился и к братьям, братья, я его благословляю. Но поняла же, что нужно все-таки духовное ставить на первое место, материальное на последнее, когда мы меняем приоритеты, мы теряем и духовное, и материальное. Третий важный урок этого чуда, это чудо показало важность жить голгофским подвигом Христа. И здесь я хотел бы объяснить, почему чудо с насыщением хлебом было опасным для людей. Вы знаете, буквально очень скоро Христос снова оказался в этих окрестностях на берегу Галилейского моря. И толпы людей еще больше, чем прежние окружили Его. Обрадованная толпа поджидала Его. И когда Христос их увидел, Он сказал, истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а Он, помните, исцелял больных, но потому, что ели хлеб и насытились. Как видим, самое большое впечатление на людей произвело не исцеление больных людей, а насыщение хлебом. И только одно крепко засело в их голове. Хлеб, хлеб, хлеб. Люди не желали слышать проповеди Евангелия, не желали узкого пути спасения, не желали преуспевания в глубокой святости, но только лишь бесплатного хлеба. И более того, люди желали даже не самого Христа, даже не Царства Небесного, все, что они желали бесплатного хлеба. И вот, чтобы этот хлеб иметь всегда на своем столе, они решили расширить полномочия Иисуса Христа. Давай мы его сделаем царем. И уж как царь, он будет обязан просто, как выборное лицо, он будет обязан позаботиться о наказах избирателей и сделает нашу жизнь сытой и спокойной. Конечно, такое положение, такой материализм огорчал Господа Иисуса Христа. И он сразу принялся остужать этот материалистический энтузиазм толпы, и он сказал Иоанна 6, 27, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И Христос не совершает нового чуда умножения хлебов, он знает, что толпа с собой может быть еще по бублику принесла и готова отдать ему, лишь бы он повторил это чудо. Ничего он не делает, а просто сказал, старайтесь не о пище тленной. Что это за нетленная пища? Иисус продолжил, ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, пребывает во мне и я в нем. Ох, как возмутились люди, особенно ученики, этими словами Христа. Как Он может дать нам есть свою плоть и пить свою кровь? Это же безумие. Христос говорил о духовных вещах. Он говорил о своем крестном подвиге. И Он призывал людей жить крестным подвигом. Но тогда для них эта истина была еще закрыта. вы вы знаете, крест центральная идея Писания, центральная тема Библии. Уберите крест из Библии и вся эта книга заслуживает того, чтобы ее только выбросили в макулатуру. Без креста Иисуса Библия бессмыслится. И вот тот, кто живет голговским подвигом, он видит достаточность или принимает достаточность искупительного подвига для себя. Он не полагается на свои заслуги. Апостол Павел писал в послании Колоссянам 1.19 Ибо благоугодно был Отцу, чтобы в нем во Христе обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста земное и небесное. Подумайте, Павел сказал, что через кровь Христа человек примиряется с Богом. И вот когда душа принимает эту истину и говорит Иисус, твоя кровь была пролита за меня. И раз я принимаю твою кровь, значит я и примирение принимаю. Вот это и есть вкушать плоть и кровь Иисуса Христа. Именно в этом христианство противостоит всем мировым религиям. И мировые религии полагают и причем без всякой уверенности, без всяких доказательств, что человек добрыми делами может как-то построить мост между собой и высшим миром Библии говорит нет, только лишь через жертву Иисуса Христа. Знаете, братья и сестры, душа наша испытывает голод по уверенности в Боге, голод по уверенности в спасении, нам мало того, чтобы просто признавать бытие Бога, нам важно знать, что мы с Ним в мире. И вот наша душа не может успокоиться, пока она не вкусит этой пищи голговского, голговской жертвы Христа, пока она не успокоится в этой жертве Иисуса Христа и не признает, что только благодатью, только милостью Божьей мы спасаемся. Тот, кто живет голговским подвигом Иисуса Христа, он не только принимает его лично для себя, он старается еще умершвлять свое я, потому что его я самый главный враг, это самое главное препятствие по усвоению значения голговского подвига и наше я, как вам известно, стремится минимум к семи вещам, наше я стремится к славе и вот если вы трудитесь ради славы, угождаете людям ради похвалы, завидуете чужому успеху, плетете интриги, чтобы устранить конкурентов, если вы очень чувствительны к мнению других людей о вас, если вы сразу бросаетесь разбираться со слухами и сплетнями, которые люди сказали в ваш адрес, то это значит, ваше я прекрасно вас здравствует, наше я ищет безопасности, как Петр, который утверждал, что он ради Христа готов пойти на смерть, но как только эта смерть задышала ему в затылок, он сразу отрекся от Христа, он испугался терять свою безопасность, наше я ищет нормальную или даже повышенную самооценку, об этом сейчас очень много говорят психологи, и они многие проблемы сводят к тому, что у человека заниженная самооценка, вот ты ее повысь, пожалуйста, думай о себе лучше, на самом деле не в этом проблема человека, в том, что он не живет голгофским подвигом, наше я стремится к господству, если вы любите, чтобы все было по-вашему, если вы не уступчивы, любите все контролировать, любите совать нос в чужие дела, если вы нетерпимы к чужому мнению, если не любите спрашивать советов, если вы манипулируете людьми, если вы это делаете для достижения ваших целей, то ваше я обладает отменным здравием, наше я стремится к запретным Библии наслаждениям, если вы допускаете плотские фантазии, если вы смотрите, читаете то, что разжигает в вас блудные страсти, если вы порабощены пьянством, наркоманией, если вы находите радость в грязных анекдотах, чувствуете себя комфортно в разгульных компаниях, ваше я скоро задушит вас в ваших объятиях. Однажды Билли Грэм остановилась в какой-то гостинице, и вот там за стеной его комнаты шумная компания проводила время, и вот Бог побудил этого человека пойти и постучать к ним в дверь, уже было позднее время, и вот эти нетрезвые люди открывают дверь, и он говорит, господа, завтра воскресный день, и возможно кто-то из вас пойдет в церковь, и вы там будете лицемерить, молясь Богу, возможно кто-то из вас даже диакон церкви, или учитель воскресной школы, и вы будете учить других трезвости, что вы делаете сейчас, вам нужно покаяться, и попал в точку, там как раз был один из диаконов, дорогие друзья, это я, который стремится к запретным наслаждениям, самозащита и утверждение своей правоты это тоже одно из проявлений нашего я, как поэт сказал, мы в споре не искали истины, а лишь победы и проиграли, недоверие Богу это важнейшее проявление нашего греховного я, вы помните Израиль роптал на Божье провидение, он сомневался в достоверности Божьих обязательств, и все это свидетельствовало о великой силе неумерщвленного я, так вот христианин стремится по всем фронтам проявление этого нашего греховного я вести борьбу, он стремится поработить это я, знаете, однажды один пастор беседовал с женщиной, у которой не сложилась жизнь, все разладилось, она жесточилась на Бога, перестала молиться, посещать церковь, не читала Библию, и вот пастор пытался направить разум этой женщины на любовь Бога, и вдруг эта женщина гневно закричала «Хватит! Не надо меня уверять, что Бог меня любит, мне нужен любящий муж!» Видите, в чем заключалась ее пища, в чем заключался ее хлеб, она ожидала, что Бог исполнит ее мечту, он должен это сделать, а иначе она чувствовала себя недовлетворенной. Братья и сестры, как мы можем предать смерти нашей я, как мы можем его распинать, как мы можем его побеждать, а просто не оказывайте ему внимания, переключайтесь себя на Христа или на какие-то духовные вещи. второе, противостойте молитвы всем вашим греховным вожделениям, устремлением вашего я. Когда Лютер должен был выступить перед императором, он внезапно почувствовал такую слабость, такую неспособность защитить Евангелие, что он был в страшных муках, он катался по полу, он вопил к Богу, и он молился так, «О Боже, Бог всемогущий и вечный, как ужасен мир, смотри, как открываются уста его, подобно пасти, чтобы поглотить меня, и как мала моя вера в Тебя, о слабость плоти, могущество сатаны, если бы я зависел, какой бы то ни было силы этого мира, все было бы кончено, о мой Бог, помоги мне против всей мудрости этого мира, не оставляй меня, во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа, моей защиты моего щита и моего оплота». И вы знаете, как никогда Лютер вот утром был спокоен, собран, уверен, и он произнес такие слова, которые золотыми буквами вписаны в историю христианства. «Я стою на Писании и иначе не могу. Моя совесть пленится Слово Божие и да поможет мне Бог». Мы смиряем себя, когда понуждаем себя, заставляем себя идти Божьим путем наперекор злым веяниям и искушениям. Это очень важно для нас. И тот, кто живет голововским подвигом, стремится подражать Иисусу Христу. Просто Иисус для Него пример. Вот это духовное значение очень важно для нас. Братья и сестры, перед нами прошли тысячи и тысячи братьев и сестер, которые не только пели «Иисус пример мой вечный ты», но которые проявляли этот пример, и люди не могли этого не заметить. Послушайте, что какое наблюдение о верующих вынес Солженицын. Именно наших братьев и сестрах. Он пишет в Архипелаге ГУЛАГ следующее. «С баптистами Силен ел из одного котелка и делил хлеб и приварок. Трудно было ему обрубить себя по их вере. Казалось, слишком суженной или обедненной. Хотя вера у них очень твердая, чистая, горячая. помогала им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись душою». И вот послушайте дальше. «Все они честные, негневливые, трудолюбивые, отзывчивые, преданы Христу. Именно поэтому и искореняют их так решительно». Братья и сестры, какой образец показали наши отцы. Мы приняли эту эстафету. Могли бы писатели нашей эпохи сказать, эти евангельские христиане, баптисты, честные, негневливые, трудолюбивые, отзывчивые, преданы Христу. Вот что особенное отметил Солжениц в этих людях. Так что, дорогие братья и сестры, снова напоминаю, Господь сказал, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст нам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Вот эти три важных урока, которые Господь преподал в тот день, когда сотворил это уникальное чудо, умножив хлеб. Мы поняли, что мы должны ценить Божьим благословением, мы поняли, что духовное имеет приоритет перед материальным, и мы поняли, что нам следует жить голговским подвигом Христа. Дорогой друг, эти уроки примешь ли ты лично для себя? Скажешь ли ты сегодня именно об этом Богу? Господь, помоги мне, помоги мне ценить твоим благословением, помоги мне отдать свою жизнь тебе, чтобы она стала благословением для окружающих. И действительно ли ты будешь ставить духовное всегда в практической жизни на первое место? И живешь ли ты подвигом Христа? Попроси об этом Бога. Аминь. Помолимся. Господь наш милосердный, мы к Тебе зовем. Мы благодарим Тебя, что Ты постоянно учишь нас, как Ты учил когда-то народ. И ты знаешь, что мы больше всего нуждаемся именно в духовном, Господь, в Твоем благословении. Мы больше всего нуждаемся в умении правильно по-христиански расставлять приоритеты. И Господь жить не нашими заслугами, но как сегодня Ты нам сказал, что мы благодатью спасены от проклятия вечной смерти. Помоги нам жить тем, что Ты сделал для нас. Господи, помоги, чтобы душа каждого человека успокоилась в Твоей великой жертве, которую Ты принес за все человечество. Помоги ее принять руками веры. Помоги Господи насытить свое сердце верой в то, что за наши грехи и беззаконие Ты уже все оплатил. И мы свободны от вины и от осуждения. Помоги нам, Христос. Мы просим Тебя оттронь сердце того человека, которому Ты сегодня ясно указал, что он должен совершить покаяние. Побуди и дай силы, Господь, чтобы человек не смотрел на себя, на то, что он не умеет молиться, не знает, как это делать, но чтобы он смотрел на Тебя, на Твое повеление, чтобы он шел к Тебе за благословением. Боже, призови к покаянию Ты. Тебя благодарим и Тебя поклоняемся. Великий Бог наш. Аминь. Продолжение следует...